МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на 5-м канале в студии Рушан Бараев. Здравствуйте! Сегодня понедельник, 7 августа. Коротко о главном. Мало того, что впритык, так теперь еще территорию захватывают. Жители нескольких домов на Карбышево-Муканово стали против расширения земли у новой высотки. В строительство 7-го котла Тимиртауской ТЭЦ затягивается. Первый заместитель премьер-министра осмотрел энергоисточники Тимиртау-Караганды, Шахтинская и Топара. Река высохла, скважины тоже. Жители поселка Доленко, где находится знаменитый музей Карлага, второй год испытывают проблемы с водой. Как действовать при пожарах, инструктирует спасатели жителей высоток. После алматинской трагедии сотрудники управления ПУЧС приступили к проверке многоэтажных домов. ЧП на шахте «Шахтинская». По данным пресс-службы компании «Арселор Миттл Тимиртау», во время бурения анкера с верхней части забоя отслоился комок горной массы, которым травмировало 34-летнего горняка. Все случилось 6 августа. Работниками звена участка УПР-1 была оказана первая помощь проходчику. Далее он был вывезен на поверхность шахты. И бригадой реанимационно-противошоковой группы доставлен в клинику Макожанова. У пострадавшего перелом грудины, сообщили медики. Состояние стабильное. Оказывается, вся необходимая медицинская помощь. Как сообщили полицейские, по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». Начато досудебное расследование. Мало того, что впритык, так теперь еще и территорию вокруг захватывают. Жители нескольких домов на Карбышево-Муканово встали против расширения и огораживания земли, прилегающей к только что отстроенной высотке. Население теряет важный проезд, который будет недоступен работникам коммунальщиков и скорых. А отсутствие проезда для противопожарных служб чревато повторением трагедии при пожаре в Алматы. Ирина Вобещевич продолжит тему. Вы вот сейчас приехали, и они стали быстрее-быстрее ставить забор. То есть они начинают расширять свою территорию прямо сейчас. Можете на это наблюдать на заднем фоне. Неспокойная ситуация сейчас переходит в стадию обострения на улице Карбышево напротив второго дома из торца университетской 19. Как грипп после дождя, тут вырос дом в 9 этажей. Там, где раньше были пешие тропы и автостоянки. Жители весной при начале стройки замолчали, когда застройщик закидал их обещаниями. Обкультурить и детскую площадку, и вот это все заасфальтировать. А в итоге получается, что они у нас украли и тепло, и свет, и воду. Лишили нас стоянки. Это сейчас днем хорошо. Но вы бы вечером приехали. Мы чуть ли бочком не проходим. Про обещания быстро забыли. В доме на университетской пошли трещины, их замазали. Сейчас люди не выдержали, когда строительный забор стали менять на постоянное ограждение, при этом захватывая еще несколько метров, сужая общий проезд, перенося баки мусора под окна. Дома тут со сквозными подъездами. Выходы и дворовые части на две стороны. Теперь вечером тут машины одна на другой и не могут разъехаться. Вот эти девятиэтажки вокруг, все стоят во дворе машины. Мы детей боимся выпускать на улицу. Даже за хлебом они боятся бегать, могут машины сбить. Еще и мусорка. Поставили под носом мусорку. Здесь элитный дом, а мы на задворках оказываемся. На задворках общества. Акимат выдает разрешение на продажу участка, а детскую площадку, которая, если обойти дом на той стороне, ей 50 лет. Детскую площадку нам каждый год, Акимат выписывает, в этом году вы не попали на то, чтобы облагородить ваш участок. В этом году вы тоже не попали. И так нас кормят завтраками постоянно. Нас заведомо разделяют, как по классовой составляющей. Мы задали вопрос, почему вы ставите забор. Они говорят, вы не поймете. Мы спросили, почему мы не поймем. Говорят, ну потому что, когда к нам приходит покупатель, они хотят, чтобы у них был безопасный двор, чтобы их дети могли спокойно заниматься, развлекаться на их площадках, чтобы не зашел никакой алкаш. Я цитирую, я не придумываю. Боязнь того, что вдруг наши дети побьют детей с ЖК «Комфортный дом». Ну, абсурдная ситуация. Мы что, будем смотреть, как в зоопарке друг на друга? Кто с какой стороны, кто будет решать, мы животные или с той стороны животные? Сам представитель застройщика ЖК «Академик» говорит, что ничего не нарушают, а действуют в пределах разрешительных документов. Насчет окружения, это да, это территория, которая будет в двор для этих жительных зульцов. Тут будут детские площадки, воркаут-зоны, только и всего. Это наша отведенная участка под благоустройство. Это официально? Официально, если так, да. Хотя изначально по генплану, который мы обсуждали с зам Акима нашей области, он должен быть живой изгородью, а не металлическими конструкциями. Ну и самое главное, считают люди, как все службы, давшие разрешение на подобную стройку и огораживание, преступно не учитывают безопасность людей. При этом также ведется юридическая борьба банного комплекса «Охотный парк», который находится также на территории нашего двора, который уже неоднократно горел до этого. К нему подъезда пожарных машин не будет. В свете последних событий, происходивших в Алма-Ате, которые мы наблюдали, трагические события, мы заинтересованы в том, что у нас был пожарный проезд. Должна быть возможность не только быстро заехать, но и развернуть технику для эвакуации, а не допускать, чтобы люди выбрасывались из окон. Люди написали письма во все инстанции от полиции Акимата, службу СНМ, ДЧС и заканчивая горком трансом. В УЧС отреагировали сразу, выезжали на обследование по сигналу, не дожидаясь получения письменного обращения. Дело в том, что девятиэтажка сейчас не считается высоткой, однако подъезд для пожарной техники в 6 метров все же должен обеспечиваться. Мы сейчас запросили проект, чтобы посмотреть по проекту или как. С нас эту функцию сняли. Проведение строительства объектов, согласование проектов. В 2016 году сотрудников ДЧС исключили из состава комиссии по приему в эксплуатацию новых зданий. То есть, если раньше пожарные могли указывать застройщику на те или иные нарушения, то теперь такой возможности нет. Земельный участок принадлежит строительной компании. Это их территория. Законная. Законная. Они ее купили со вторичного рынка. Но с нашей стороны в целях урегулирования конфликта застройщику рекомендовано именно встретиться с жителями, переговорить касательно установки забора и найти какие-то точки соприкосновения. Со стороны застройщика они уже в настоящее время обещали сдвинуть забор на 2 метра, для того, чтобы жители более комфортно могли пользоваться уже существующими парковками и квартирами. Ирина Вобещевич, Миржан Жума Муратов, Серик Тугаев, Наталья Заяц, 5 канал. Масштабную реконструкцию теплоисточников ведут в Тимиртау. Уже близятся к завершению работы по ремонту трех котлов и турбогенераторов. Между тем строительство седьмого котла затягивается. В ходе рабочей поездки первый заместитель премьер-министра осмотрел энергоисточники в Кырганде, Шахтинске и Топаре. Подробности расскажет Антон Александров. Монтаж основного оборудования идет с отставанием. На объекте не хватает рабочих. Строительство седьмого котла на ТЭЦ-2 в Тимиртау затягивается. Хотя ремонт трех имеющихся котлов и трех турбогенераторов близится к завершению. В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область Роман Скляр проверил ход подготовки к отопительному сезону. Осмотрел первый заместитель премьер-министра и как идет реализация проектов по замене тепловых сетей в городе Металургов. Ими стали усиленно заниматься с прошлого года. Все закончить хотят к началу отопительного сезона. 362 отказа различных степеней на непосредственно тепловых сетях. Все это учитывая мы при формировании программы ремонта сетей подготовки к текущему отопительному сезону учли в наших шести проектах, которые мы реализуем. В Шахтинске полтора километра тепловых сетей уже заменили. Еще 600 метров проложат до 10 сентября. Уже 15-го все прессуют, рапортуют чиновники. Между тем, из 386 многоэтажек акты готовности имеют уже 200 домов. И у нас есть поселок Шахан, там тоже котельная есть у нас. По котельной работы у нас в принципе в графике. Там все подготовительные работы по вспомогательному оборудованию мы уже проделали. По котлам ревизию, где надо заменить, полностью работу завершаем. По 15 августа по Шахану, по всем котлам уже готовность будет. Износ Шахтинской ТЭЦ на сегодняшний день составляет 75%. На протяжении 10 лет здесь не было капитального ремонта оборудования. В этом году ремонтируют три котла и две турбины. Роман Скляр отметил, что все работы должны быть выполнены в срок. Разработаны графики капитальных, графики текущих ремонтов основного вспомогательного оборудования. Составлен перечень мероприятий по проведению работоспособного состояния всех элементов технологического цикла. И также не оставлены без внимания здания и сооружения. Отчитались и на Топарской ГРЭС. Здесь ремонтная кампания исполнена примерно на 60%, говорит Александр Бузо. Отставания от графика нет. Станция полностью будет готова к прохождению осенне-зимнего периода. Обсудили в ходе рабочей поездки и вопросы строительства парогазовой установки. Ее мощность будет порядка 100 мегаватт. Все работы должны быть завершены в 2026 году. Стоимость проекта порядка 80 миллиардов тенге. Они позволят покрыть дефицит мощности и создать новые рабочие места. В целом полстанции 6 миллиардов на ТЭЦ-3 идет и 900 миллионов на ТЭЦ-1. Станция маленькая. По ремонтам, значит, это у нас ТЭЦ-1. Капитальный ремонт котел номер 2 идет порядка 175 миллионов. Выполняясь согласно графику, уже все мы сделали. Идем по нормальному. А вот на карагандинских ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону суммарно отремонтируют 16 котлов и 10 турбин. Работы идут по графику. Кроме того, Романа Скляра проинформировали о ходе строительства третьего тепловывода. Проект осуществляется поэтапно. Его реализация повысит надежность теплоснабжения и позволит обеспечить теплом новостройки шахтерской столицы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Нарушения через дорогу. Ранее мы освещали вопрос возможного строительства в центре города на месте бывшего автосервиса и рассказывали о неудобствах, которые уже создали собственники участка близ находящимся объектам и населению. С тех пор застройщик только усугубил ситуацию, не имея на то законных оснований. Подробнее далее. В одном из июньских сюжетов мы рассказывали о строительстве, которое запланировали в центре города на улице Гоголя. К слову, участок, где все происходит, находится рядом с нашей редакцией. И все проблемы мы и наши соседи испытываем на себе. Тут много лет был автосервис. Его перекупили, собрались по некоторым сведениям возводить многоэтажный жилой дом и в без того плотной застройке. Сейчас от автомастерской не осталось и следа. Разрешение на снос имелось. Но на то, чтобы отхватить часть прилегающей территории, а именно парковку, нет. После сюжета застройщики частично освободили территорию. Но сейчас они пошли дальше, выставив на городской земле в два ряда контейнеры, нарушив тем самым целый ряд требований. Теперь тут и вовсе невозможно разъехаться. А ходить людям стало крайне опасно. Часть машин паркуется на проспекте Назарбаева, усложняя дорожную ситуацию. По словам руководителя отдела земельных отношений, по целевому назначению на участке предусмотрено строительство нежилого помещения. Разрешение на строительство имя не получено. Архивный проект не утвержден. Паталовы уведомления не получены. В связи с этим, в настоящее время, если они будут проводить строительные монтажные работы, за это предусмотрена административная ответственность. Касательно установки именно контейнеров. Они установлены на городской территории. В связи с чем, мы собственнику направим уведомление о необходимости выставить их именно на своей территории. Что сейчас происходит, это незаконно? Да, это получается у нас будет классифицироваться как самовольный захват земельного участка. За это предусмотрена административная ответственность. Если собственник проигнорирует и не уберет контейнер из городской земли, то Акиматом будет направлено письмо в земельную инспекцию для реагирования. Напомним, ранее также освещалась ситуация со строительством в городе. Для своевременного выявления и недопущения строительно-монтажных работ без разрешительных документов на строительство Акиматом города разработан алгоритм, в рамках которого специалистами отдела архитектуры, ГАСК и прокуратурой района имени Казыбекби на постоянной основе ведется мониторинг земельных участков. На сегодня 63 ЖК строят в Караганде, из них 5 с неполным пакетом документации. Еще у пяти отсутствует разрешение на стройку. В отношении одного из застройщиков начато досудебное расследование по статье Уголовного кодекса Республики Казахстан «Самоуправство». Он строил не только без разрешения на строительство, но и на городской земле. Теперь его обязали снести построенное. Ирина Вобещевич, Серег Тугаев, Наталья Зайц, 5 канал. Как действовать при пожарах инструктируют спасатели жителей многоэтажек. Зачастую именно дым становится причиной гибели людей, нежели сам огонь. После алматинской трагедии сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям приступили к проверке многоэтажных домов. Подробности у Антона Александрова. Первичные средства пожаротушения должны иметься в высотках, где больше пяти этажей. Далеко не все понимают, что люк на балконе расположен не просто так. Именно он поможет произвести эвакуацию в случае возгорания, говорят спасатели. Разъяснять правила пожарной безопасности в этот раз решили среди жителей Карагандинского трилистника. Данные высотные дома, здания, в них в проектном решении уже предусмотрены меры пожарной безопасности. Первое – это автоматическая пожарная сигнализация. Вот он находится. Это дымовая пожарная сигнализация такого вида. Второе – это система дымового удаления. Третье – это пожарные краны, средства, работающие средства. Потом у нас подпора воздуха есть. Это незадымляемая лестничная клетка. При обнаружении возгорания в первую очередь необходимо повестить экстренные службы и соседи, говорит Асхат Маханов. Затем стоит начать эвакуацию или попытаться потушить огонь первичными средствами пожаротушения. К слову, обнаружить задымление или возгорание позволяет автоматическая пожарная сигнализация. Она подает звуковой сигнал и включает систему дымоудаления. При этом все лифты автоматически должны спуститься на первый этаж и открыть двери, говорит замначальник УЧС Караганды. На шкафах пожарных кранов установлены кнопки. Эти кнопки предназначены для повышения давления воды. То есть вы, когда используете пожарный кран, возможно, там будет слабое давление. То есть в зависимости от высоты и даже и тому подобное. Вы пользуете эту кнопку, нажимаете, он автоматически включается, создает давление. И, соответственно, уже оно дает дополнительный эффект при тушении пожара. Ходить по многоэтажкам спасатели стали после алматинской трагедии. Зачастую именно дым, а не огонь губит запаниковавших людей. Именно поэтому стоит знать правила пожарной безопасности, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и следить за их доступностью. Это значит, что нельзя загромождать эвакуационные выходы, лестничные клетки или ломать самозакрывающиеся двери. Именно они не позволяют разгореться пламя, не замедлив циркуляцию воздуха. Все, что предусмотрено проектом, должно постоянно содержаться в исправном состоянии. Антон Александров, Серик Тагаев, Николай Шевелев. Пятый канал. Река высохла, скважины тоже. Жители поселка Доленко, где находятся знаменитые музеи Карлага, уже обдумывают, не паковать ли им чемоданы. Второй год поселок испытывает проблемы с водой. На части улиц еще семь лет назад проложили водопровод, но подключены к нему всего семь жилых домов из полутора тысяч. Людмила Батюшкина с подробностями. Закачать воду? Нам надо вот этот шланг вот часа вот так вот теребить, чтобы пошла вода. Шланг не может захватить воду, жалуются жители Доленки. Такие скважины есть у всех, но толку от них мало. Уровень воды упал в разы. Огороды засыхают. Ушла вода. До этого всегда нормально было. А в этом году прям мучаемся все. Невозможно полить огород. Все горит, сохнет. У меня, допустим, 7 минут набирается 10-литровое ведро воды. Это дома с крана, с домашнего водопровода со скважины. Свой водопровод. На улице я уже поливать не могу огород никак, потому что воды нет вообще в скважине. Как нам Аким сказал, что вопрос будет решаться через год. Я ему сказала, что через год, может быть, поселка не будет, потому что все начнут уезжать. А что тут делать без воды? Скажите, пожалуйста. Нечего сделать. У нас все в основном живут с огородов, с полей, у кого-то хозяйства. По словам чиновников, причина в засухе. Уже два года из Топарского водохранилища не сбрасывают воду в паводок. Русло реки Шарубай-Нура стоит сухим. Еще больше ситуацию обострили несколько каменных карьеров. Чем они глубже, тем больше уходят грунтовые воды. Водопровод проложен еще в 2014 году на трех основных улицах, но и к нему подключены только музей, школа, поликлиника, два исправительных учреждений и семь частных домов из почти полутора тысяч. С прошлого года Шахтинский водоканал делает ревизию сетей, стоявших без дела столько лет. Долгое время же вот эти сети, они были как бесхозные. То есть, сейчас проводим обследование. Вот, например, установленные колодцы у нас по схемам, да? Открываем колодцы. То есть, эти колодцы, они тем же населением, они были разворованы. Вот эти все, то, что не так там было, ментеля, вот эти все полностью. То есть, ну, требуется определенное вложение средств для восстановления всех вот этих сетей. Три главных участка в поселке, вот эти центральные улицы, планируем восстановить на следующий год уже. А остальные? А остальные дальше по этапу уже, ну, тоже средства это же все-таки. Я бы не сказал, что такая критическая ситуация, что воды нет. По словам зам Акима, жители нескольких улиц могут подключиться к центральному водопроводу. Однако в Шахтинском водоканале ответили, что пока сети у них не на балансе, поэтому тех условий они не выдают. И даже если выдадут большинству, подключиться не по карману. Подключение стоит очень дорого. На данный момент, вот у меня несколько лет назад подключался сосед, он отдавал за один метр, получается, проложение трубы, 50 тысяч тенге. И ему нужно было 10 метров, он отдал 500 тысяч. Это на то время, сейчас цены выросли. Пока местные власти, по сути, надеются только на Всевышнего, прекращение засухи, увеличение объема паводковых вод и, соответственно, наполнение водой реки. На восстановление действующих сетей нужны деньги. Еще больше на разработку проекта и прокладку водопровода по остальным улицам. На это может уйти несколько лет, прожить которой без воды в Долинке будет невозможно. Людмила Батюшкина, Данил Заславский, 5 канал. С июля текущего года в Казахстане вступила в силу инициатива 4-дневной рабочей недели. Однако отечественным компаниям преимущественно привычность, нежели перемены. Большая часть организации не рассматривает введение 4-дневки. Меньшинство предполагают такую возможность лишь в будущем. Что об этом думают карагандинцы, далее в сюжете. Мне кажется, 5-дневной достаточно, как раньше было. Думаю, что это не совсем, наверное, хорошо. Я тоже против 6-дневного рабочего дня, потому что родители должны быть с детьми, дети с родителями. И суббота-воскресенье должна быть все-таки отдыхом. Еще я против того, чтобы были рабочие дни, воскресенье, чтобы работали магазины. И чтобы люди могли действительно отдаваться больше семье, нежели еще какие-то дела делать. Потому что поход в магазин для меня лично – это тоже дела, которые я откладываю на воскресенье. Я сам работаю в Рослиель, ну там 5 дней. Не знаю, меня все устраивает, но если 4-дневные, мне кажется… Ну ладно, лично я считаю, что 5-дневные все-таки лучше, но 4-дневные, мне кажется, человек лучше отопнет, лучше работать. Я думаю, что нет. Потому что это, во-первых, минус для работодателя, во-вторых, это минус для самого работающего человека. Так как, соответственно, будет снижена зарплата, а экономическое положение в стране желает лучшего. Нужно, я думаю, грамотно распределять время рабочее. То есть не работать с 8 до 8, а сделать 5-дневную рабочую неделю, чтобы это было объективно, рабочий день с 8 до 5 вечера. Вот это, я считаю, самое оптимальное, чтобы люди не перерабатывали. Потому что если человек перерабатывает, его жизненный ресурс истощается. Нет, мы привыкли к тому, что было, и было очень хорошо. Работать меньше будет. В советских времен пятидневка была и нормально, и отдохнуть можно было, и все, что можно, все это можно было. Это не выгодно никому. Работодателю это не выгодно, потому что люди будут переработаны, и меньше у них будет процентов года. Да, это естественно. Мне кажется, это те, которые не хотят работать. Потому что, ну, пятидневка, это же самое нормальное время работы. С 9 утра до 6 вечера. И все успевали. И в школу сходить, и в садик сходить, и по магазинам. Мне кажется, так бы работа была бы лучше, и человек отдохнувший будет работать усерднее. Изменился бы их привычный уклад жизни, если бы люди работали 4 дня в неделю. С одной стороны, может, для кого-то это было бы неплохо, однако в пятидневной, я думаю, это было бы лучше. Всегда будет переработка. Потому что любое предприятие имеет определенный план. И если, и любой работодатель всегда будет придерживаться плана. А уменьшать свой план никто не захочет. Каргандинцы жалуются на врачей чаще, чем жители всех остальных регионов. Куда обращаться, если вы считаете, что вас неправильно лечили, не дали группу инвалидности, или продали лекарства по завышенной цене. И насколько независимо проверяются все жалобы, смотрите сегодня в программе «По скриптум». Людмила Батюшкина повеседует с руководителем Департамента контроля медицинской и фармацевтической деятельности по Карагандинской области Ольгой Смирновой. В Караганде прошел республиканский фестиваль, посвященный 355-летию Букаши Рау Калкаманулы с участием известных акынов со всей страны. Масштабное мероприятие длилось два дня, и участники дарили публике свое искусство. На фестивале побывала наша съемочная группа. Бухар-Жирау занимает видное место в истории казахской литературы. Ежегодно в нашей области организуются различные мероприятия в честь этой легендарной фигуры прошлого. На днях в шахтерском городке прошел республиканский фестиваль, посвященный 355-летию Бухар-Жирау Калкаманулы. В первый день насыщенной программы известные акыны со всего Казахстана посетили Бухар-Жирауский район, где в Доме культуры села Ботакара состоялся концерт для широкой публики. Второй день фестиваля начался с пресс-конференции во Дворце культуры горняков. Бухар-Жирау Калкаманулы всю свою жизнь посвятил объединению страны. Его духовное наследие будет передаваться из поколения в поколение. Прославляя нашего предка, мы прославляем наши национальные ценности. В своих песнях «Толгау» Акын касался актуальных вопросов своего времени и пытался на них ответить. Также в своем творчестве давал советы молодежи. В Центральном парке Караганды более двух часов участники республиканского фестиваля «Бухар-Жирау Калкаманулы» и других известных Акынов и Жершин. Фестивалю не помешал даже «Дождь-Крозой». Тамиристы у Габылова, Миржа Жума Муратов, Николай Шевелев, Пятый канал. Очень интересный матч. Жаль, только не победили. Так отзывались болельщики о прошедшей в Караганде игре между «Шахтером» и «Атырау» в минувшую субботу. Это был матч 18-го тура чемпионата страны по футболу. Хорошее противостояние в прекрасной атмосфере. Команды не отсиживались в обороне, создали много опасных моментов и забили 4 гола. Гости открыли счет после грубейшей ошибки голкипера Карагандинцев Игоря Шацкого. Проворнее вратаря и защитников оказался Эфионг. Однако хозяева еще до перерыва сумели сначала сравнять счет, а затем выйти вперед. Это сделали Букаратс и Татыбаев с пенальти. Однако сохранить победный результат во второй половине игры не удалось. На 54-й минуте гости сравняли счет 2-2. Следующую игру наши футболисты проведут на выезде. В Петропавловске Горняков будет экзаменовать местный Козылжар. Это была последняя информация выпуска. Спасибо, что оставались с нами. Увидимся завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин